Здравствуйте! Вы смотрите канал компании Фотопроцентр. Сегодня мы с вами рассмотрим видео штатив от компании Greenbin HDV Lite 752. Штатив предназначен для камер весом до 7 килограммов. Его высота стоит 96 сантиметров и материал из которого изготовлен это алюминий. У него имеются специальные перемычки, которые смыкают ноги во время перевозки. Их три, соответственно, как и ножек, и они вот таким вот образом легко отщелкиваются. Чтобы раскрыть ноги, нам необходимо вытянуть вот такую перемычку, перегородку посередине, которая раздвигает ноги все одновременно. Для того, чтобы вытянуть ножки повыше, нам необходимо открутить вот такой вот винт и просто вытянуть ногу, соответственно, потом зафиксировав ее. Части у ножки три, то есть вот так вот мы их вытягиваем, и штатив принимает максимальную высоту 196 сантиметров. Также на концах ножек у нас имеются вот такие вот резиновые наконечники, которые необходимы для установки его на плоские поверхности. Ну, например, паркетный пол. Можно их убрать легким движением руки, просто развернув. И вы можете пользоваться данным штативом на улице. Тут имеются шипы, которые предназначены для более рыхлых поверхностей. А теперь рассмотрим функции головы штатива. Первый винт в нашей штативной голове — это винт панорамы. Откручиваем его, и мы можем поворачивать нашу голову вокруг своей оси. Как мы видим, здесь имеется такой красный диск. Он не для красоты. Это регулятор степени свободы движения штатива. Он имеет три степени усилия, от нуля до трех, точнее. Это четыре. В нулевом положении максимально легко он движется, ну и в третьем, соответственно, максимально тяжело. Больше усилий требуется для большей плавности хода. Следующий регулятор — это фиксатор вертикального положения, то есть если мы его отжимаем, мы можем наклонять нашу камеру вперед и назад. Также имеется регулировка усилия с пометками «плюс» и «минус», чтобы не перепутать, в какую сторону нам его надо крутить. Штативная площадка крепится вот таким вот винтом, фиксируется, и теперь мы можем ее вдвинуть, если мы открутили данный винт. Также здесь имеется вот такая вот красная кнопочка. Это предохранитель для того, чтобы площадка у нас не выпала вместе с камерой, и мы ее не повредили. На площадке имеется два винтика — 3,4 дюйма и 3,8 дюйма и 1,4 дюйма под различные камеры, соответственно. Также вы можете достать один лишний при помощи вот такой вот резиновой заглушки. Можем извлечь винт, который нам не нужен, и поставить только один. Площадка легко вставляется обратно. Кстати, необходимо вставлять ее все-таки правильной стороной, а не так, как это сделал я. У нее имеются все-таки различия с обеих сторон. Зажимаем. Представьте, что здесь стоит камера сейчас, и мы можем снимать. Также здесь есть вот такой вот регулятор. Мы можем его повернуть, и теперь мы можем нашу ручку выставить в необходимом удобном для нас положении. Зажали, отлично. Казалось бы, все удобства, но ручка может стать длиннее. Это позволяет делать более плавные движения, и меньше усилий прилагать для того, чтобы вращать нашу штативную голову. Также упомяну, что у нее есть компенсация пружинная. То есть камера будет двигаться за счет этого еще плавнее, если мы снимаем по вертикали. Что еще стоит упомянуть? Здесь голова крепится на чашку штативную, и регулируется она вот такой вот рукояткой снизу. Все очень просто. То есть вы просто откручиваете ручку и выставляете вашу голову по уровню. Пузырьковый уровень у нас имеется внутри, что очень удобно. Осталось перейти к тесту. Штатив прекрасно подойдет для видеосъемки в движении. У него есть наплечная сумка с ремнем, которая будет удобна при перевозке. Также у него имеется два шестигранных ключика для регулировки соединений. Одна из них, как мы могли уже видеть, стоит в перемычке. В принципе, удобно. Она быстрая к доступу. Что еще можно про него сказать? Он очень просто в управлении и очень удобен. У него очень плавный ход, как мы сейчас видим. Ну и в принципе, это очень достойный продукт от компании Green Bean. Вы смотрели канал компании Фотопроцентр. Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить новые видеообзоры. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok